Приветствую вас, Анна. Вы знаете, я хотел бы начать свой ответ с того, что вы, на мой взгляд, не совсем верно задаете вопрос. Вы не совсем верную позицию выбрали. В отношениях вы не совсем адекватную оценку выставляете тому, что происходит. И мне кажется, что действуете, исходя из своих желаний, исходя из стремления компенсировать личную ответственность. Недостаток вашей личной ответственности за то, что вы делаете, за то, как вы позиционируетесь, что вы решаете. Перекладывание этого на других людей, в частности на жену мужчины и на, собственно говоря, этого самого мужчину. То есть, с точки зрения профессиональной психотерапии, с точки зрения профессиональной психологии, я бы сказал, что здесь проблема не в том, как ведет себя мужчина, и что он делает, да, и что он хочет, чего, что ему нужно и так далее. А дело здесь в вас, Анна. Дело здесь в вас, и именно ваше поведение, именно ваше позиционирование себя, именно ваше отношение к себе и к ребенку сыграло решающую роль в том, что вы теперь имеете. Давайте разберем более подробно то, что вы написали, вашу историю, и я постараюсь указать вам более конкретно на то, что вы делаете не так, по моему мнению. Точнее, даже не то, чтобы не так, а делаете что-то, что не соответствует вашей конечной цели. Ведь именно от цели зависит, собственно говоря, поведение. Итак, вы пишите, встречаюсь с мужчиной год, когда познакомились, он был женат, а я жила в гражданском браке с мужчиной 11 лет. Здесь сразу внимание привлекает то, что есть гражданский брак и то, что он длится 11 лет. Притом, что есть ребенок, видимо, от вашего гражданского мужа, и, видимо, этот ребенок уже минимум живет 7 лет, ну, или 8 лет, в зависимости от того, когда вы его в школу отправили, да, когда он пошел в школу. То есть здесь имеют место быть длительные отношения с мужчиной без официального закрепления этих самых отношений. То есть вы, Анна, позволили себе вступить в гражданский брак с мужчиной. То есть вы, Анна, не посчитали для себя возможным заключить брачный союз с этим человеком. Не посчитали для себя возможным стать его официальной женой, полноценной, равноправной женой и членом семьи. На это вам стоит обратить внимание. По какой причине так произошло? Что вы хотели, что вы предполагали для себя? Что вы думали получится из этого брака? Что вы думали будет чувствовать ребенок, который живет в такой семье? В конце концов, чего хотел ваш гражданский муж, на что он рассчитывал, чего ожидал, и как вы вообще оба видели эту всю ситуацию? Опять же, с точки зрения профессиональной психотерапии, здесь имеет место быть неуверенность в себе, отсутствие самооценки с вашей стороны. Может быть страх, замужество, или может быть что-то еще. Что-то, чего я, конечно же, не знаю. Но в любом случае, это очень важный момент. 11 лет вы прожили с мужчиной в гражданском браке, родили от него ребенка минимум 7 лет, и так и не стали его женой. Так и не стали полноценным членом семьи. Это очень важный факт. И поскольку вы, поскольку вы со своим гражданским мужем, очевидно, друг друга не особо любите и не особо цените, по крайней мере, Анна, вы его не особо любите и не особо цените, раз обратили внимание на другого мужчину, то возникает вопрос. А какие между вами были проблемы? Были и есть проблемы, что вы готовы от него уйти за 11 лет гражданского брака. Понимаете? Насколько сознательно вы ведете свою личную жизнь? Насколько ярко выражено у вас гендерное поведение? Насколько у вас ярко выражена и воспитана забота о себе и о ребенке, конечно? Конечно, тоже. Дальше. Так. Когда познакомились, он был женат, я жила в гражданском браке с мужчиной 11 лет. Здесь Анна важно отметить следующее. Здоровые отношения, здоровые отношения во всех смыслах этого слова могут построить только те люди, которые чувствуют и знают свою собственную ценность. То есть, которые отдают себе все в то, что он человек в цене. Которые свободны в своем выборе и в своем решении. Которые независимы. Опять-таки, в своем выборе и в своем решении. И для этого нужно, чтобы человек сам от себя зависел. Для этого нужно, чтобы человек принадлежал себе самому. В первую очередь. То, что вы описываете в тексте. То, что вы говорите, что вот, на момент нажима знакомства я жила в гражданском браке, а он был женат. Свидетельствует о том, что вы не хотите быть одной. Вы хотите от гражданского мужа сразу прийти к другому мужчине. А это означает, что новый мужчина выигрывает только на фоне гражданского мужа. То есть, его достоинства, его плюсы выглядят привлекательно только на фоне гражданского мужа. И, соответственно, когда гражданского мужа не станет, то сравнение уйдет. И вы, возможно, перестанете своего мужчину воспринимать как кого-то лучше гражданского мужа. Опять же, по той простой причине, что вы изначально как личность его не воспринимали. На это указывают многие другие факторы. Я о них тоже скажу. Жена через два месяца узнав о нас, собрала вещи и съехала от него. Но на развод ни она, ни он не подали. И это их право. Это их выбор. Ведь вы, по сути дела, продолжаете жить с гражданским мужем. Но здесь, я повторю, есть один важный момент, который я хотел бы пояснить. Вы говорите, что ваш мужчина настаивал, чтобы я ушла от мужа. И это первое проявление эгоизма с его стороны. Не разведясь за своей женой, он настаивает, чтобы вы ушли от своего мужа. Если мне уходить, пишите вы, то надо переезжать в другой район. А у меня ребенок, который ходит в школу. И здесь, Анна, вы выставляете этот факт, как будто оправдание. Как если бы эти факты были оправданием. Но на самом деле, это не оправдание. На самом деле, Анна, это ваш выбор, что ребенок у вас ходит в школу, в районе, в котором вы живете с мужчиной. Не с мужем, а с мужчиной. Просто живете с ним. С которым у вас нет даже семьи. И возникает опять же вопрос. А можно ли с точки зрения свободы, с точки зрения независимости, с точки зрения возможности выстраивать здоровые отношения, можно ли воспринимать вот эти факты, как оправдание. Можно ли воспринимать эти факты, как то, что удерживает вас от того, чтобы уйти от своего мужа. Допустим, это так. Допустим, вы действительно не хотите переезжать в свой район, потому что ваш ребенок ходит в школу. Допустим. Но, когда ребенок рождался, вы тоже не были в кратинском браке. А значит, были какие-то обстоятельства, которые это не позволили сделать. И вы решили родить ребенка. Для чего? И если вы решили родить ребенка, то это ваша ответственность. Но и ваша же ответственность за то, чтобы ребенок жил, с одной стороны, в здоровой атмосфере. А раз вы обратили внимание на другого мужчину, значит, с отцом ребенка у вас отношения нездоровые. Понимаете? И ваша ответственность за то, чтобы ребенок получал качественное образование. Но вы этой ответственности на себя брать не хотите. Дальше. Так. У меня ребенок ходит в школу. Это такая характерная форма выражения отношения к ребенку, когда говорят «у меня». А ребенок ходит в школу не у вас. Ребенок ходит в школу сам. И ребенок ходит в школу, потому что это нужно ему. Скажется, фаршируется ощущение, что ребенок для вас – это что-то вроде принадлежащего вам. То есть, вполне возможно, что свободы ребенку вы достаточной степени не даете. Но это догадка. Мы договорились, что летом съедемся и уже начнем жить вместе. Еще один важный факт. Вы живете с мужчиной 11 лет в гражданском браке. Вы, не побывав одна, не побыв одной, не побыв самостоятельно, не оценив опыт проживания в гражданском браке с мужчиной 11 лет, не пересмотрев свое отношение к опыту, сразу приезжаете вступать в другие отношения, причем такого же типа. А моим условием было то, чтобы он обязательно развелся. И здесь еще один момент. Любящие люди не ставят условий. А я даже поставил его ему и перестал общаться. То есть, здесь, по сути, имеет место быть манипуляция. Не выдержала и сама написала. То есть, объяснили свое решение. Как можно вам доверять, если вы что-то решаете, а потом нарушаете же собственное слово? Как можно вас воспринимать всерьез? Но дело здесь не столько в этом, сколько в том, чего вы хотели, не выдержав и написав ему, и что вы ожидали от этого. Дальше, я просто не понимаю причины, почему они уже не живут вместе, а он тянется разводом. Это его право, это его выбор, это его жизнь. Вам понимать это не нужно. Хотя он мне говорит, что жить без меня не хочет, любит и хочет детей. Может быть и так, может быть и так, но он со своей женой прожил какое-то время, а это значит, что она ему, как минимум, если даже недорога, то что это значит. И вы об этом забываете. Дальше, я узнал, что они общаются. И что? Что в этом страшного? Не видится, потому что мы каждый день видим запас на работе, а потом на связи каждые три минуты. А вот почему такая плотная, такой плотный график связи? Вы боитесь вытерять друг друга? Или как? Ну, переписываются. И что? И что такого? Я попросил жену не общаться. Вы считаете, что вы имеете право просить мужчину не общаться вообще с кем-либо? Здесь имеет место быть ревность. И ревность, это, опять же, она ваша личная ответственность. То есть вам неприятно. Но ответственность за то, что вам неприятно, вы перекладываете на мужчину. Он пообещал, но когда у нее был день рождения, он перевел ей деньги. И что? Это не чужой человек ему. И даже если они больше не в немеют, но у него к ней остались, например, теплые чувства, допустим, почему он не может перевезти ей деньги. В этот момент мы с ним не общались, были в ссоре, но когда мы помирились, я спросил, ходил ли он на день рождения. Так, в этот момент мы с ним не общались, были в ссоре. Из-за чего ссоритесь? Какая ваша ответственность в ссоре? Я спросил, ходил ли он на день рождения, я ответил, что нет, просто деньги закинул и нагатые поправил. Он знал, как я к этому отнесусь. Так чья ответственность вы к этому негативно относитесь, его или вашу? Я вам отвечу, Анна. Ваша ответственность. Вы негативно к этому относитесь, но отвечать на это, по вашему мнению, почему-то должен другой человек. Это детская позиция. Зачем тогда мне вообще об этом говорить? Потому что он хотел быть с вами честным. Я полагаю, это справедливо. Я не узнала бы про это. А здесь позиция справедливости. То есть вы предпочитаете решать проблемы путем не узнавания о них. Опять же, так проблемы не решаются. Он сказал мне, но он сказал, как будто провоцировал. Это ваша оценка. Нужен детальный анализ, чтобы увидеть, действительно ли он провоцировал вас и для чего. Таких ситуаций очень много. Я полагаю, что не он провоцирует вас, а вы позволяете ему себя провоцировать. Это несколько разные вещи. Прикрываясь правдой, что он такой честный, мне говорит то, что можно было мне говорить, если любишь человека. Интересный момент. Опять же, мужчина хочет быть перед вами открытым. Он делает это так, как он умеет. Возможно, желая компенсировать тот недостаток правды и искренности, который он был с его женой. Вы, испытывая негативное отношение к тому, что он вам говорит, обвиняете его в том, что он вам это говорит. Еще раз повторю, ваши чувства и ваши эмоции, это ваша ответственность. Это вскрывает ваши проблемы, но ни в коем случае не может означать, что мужчина ответственен. Далее. Каждый человек любит по-своему. Если вы считаете, что любя человека можно что-то не говорить, право ваше, но если другой человек считает, что любовь проявляется в том числе и в честности, это его право. И вам нужно это право принять, если вы любите человека. Дальше. У меня опять срыв, и мы ругаемся. Ну, вот здесь откровенное перекладывание ответственности. Срыв у вас из-за того, что проблема ваша. И ругаетесь вы. Получается, из-за того, что у вас срыв. Я решил, что больше так не могу, и поставил условие. Или развод с ней, или разрыв со мной. Здесь, с одной стороны, вы правы, на другой стороны, манипуляция. То есть, понимаете, как? Вам нужно было сразу для себя и для него эту ситуацию прояснить. То есть, сразу сказать, например, ему, что вот, знаешь, дорогой, вот ты мне нравишься, да, но я не встречаюсь с женатым. Например. А так мы начали встречаться, потом начали ставить какие-то условия, потом начали ставить ультиматумы. То есть, это все, опять же, не серьезная позиция. Он стал умолять, не бросать его, хотя не бросаю, а прошу уже мужского решения. А ваше решение где? Но он не хочет, я не понимаю, почему. Он не хочет, это его право. Вопрос в том, чего хотите вы, Анна. Возвращаться на и я назад не буду, если развода не будет. А что вы будете делать? Вы от своего мужа для начала гражданского можете уйти, если у вас с ним отношения нет. А ребенку, опять же, нужно подумать, в какой атмосфере и условиях он живет. Я не понимаю, чего он так боится. Ну, боятся, как правило, боятся люди, как правило, сжигания мостов. То есть, вот он с вами уже сейчас ссоры, да, вместе он с вами еще даже не живет. А жена все-таки это проверенный партнер, и с ней, если что, можно вернуть отношения. То есть, по сути, своими ссорами вы подталкиваете его обратно к жене. И чем больше вы ссоритесь, тем меньше он будет проявлять активность к тому, чтобы разводиться. Вам было бы лучше посмотреть у жены, как она себя с ней вела, и вести себя так же, если вы хотите, чтобы этот мужчина был лазер, если вы его любите. Ну, вот. На учебе все-то он говорил ложь. А если так, что вы будете делать? Если так, что вы будете делать? У вас есть план Б, у вас есть, как бы, надеть на себя, на свои решения собственные. Такое впечатление, что вы просто зависите от мужчин, сперва от одного, а потом от другого. И он ее любит. Это его чувства, Анна. Мы не можем знать, какие чувства испытывает человек. У них нет детей, нет имущества общего чувства, себя обманутой. Понимаете, Анна, обманутой вы себя чувствуете не случайно, потому что вы не были честны с собой. Точнее, вы на протяжении отношений меняли свои требования к мужчине. Если вы проанализируете развитие ваших отношений с мужчиной, вы увидите, что вначале, когда вы начали встречаться, вы, скорее всего, его принимали. Принимали то, что он был женат. И потом вы просто постепенно-постепенно начали просить все больше и больше. То есть, ожидания ваши возрастали. И именно потому, что ожидания в определенный момент перестали оправдываться, вы чувствуете себя обманутой. Но еще раз повторю, ваше ожидание – это ваше желание, а ваше желание – это ваша ответственность. Дальше, ведь у нас столько планов было купить квартиру, родить малыша и путешествовать. И снова, снова вы как будто хотите рожать детей вне брака. Снова вы как будто хотите рожать детей там, где нет защищенности. Снова вы хотите рожать детей там, где нет ничего общего, где вы не являетесь по сути дел полноценным членом семьи. Это снова вопрос к вашей самооценке. На этом все. Надеюсь, что пищевые размышления я вам дал. Если где-то было излишне жестко, прошу меня простить. Но мне бы хотелось, чтобы вы поняли, как обстоят дела. Даже если вы не примете мою точку зрения, даже если вы не примете мою видную ситуацию, я надеюсь, что хотя бы в чем-то где-то вы свое поведение поменяете. И это так или иначе сыграет свою роль на пользу вам и вашему ребенку. Я желаю вам всего доброго. Надеюсь, что помог вам. Если остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Впрочем, я полагаю, что может быть такая ситуация, что ответ мой не понравится. В таком случае я надеюсь только на ваше благоразумие. Я желаю вам всего самого доброго.